В прямом эфире новости в студии ЛТВ7. Яна Рубинчик, добрый вечер. В январе тариф на отопление будет на 1,5% меньше, чем в декабре, благодаря снижению цен на природный газ. Но уменьшение счетов не ожидается. Чтобы оплатить расходы на коммунальные услуги, латвийцы все чаще берут быстрые кредиты. Эксперты считают, что это может привести к новому социально-экономическому взрыву. Подробности у Светланы Гинтер. Ирина Трумпель художница. Владеет необычной техникой рисунка на воде. Обучает студентов. А сейчас готовит свои картины к очередной выставке. Но радость творчества уже несколько лет омрачают счета за отопление. А в этом сезоне они просто зашкаливают. Ирина живет в Риге на Висвал-Ж3А. В маленькой квартире 30 метров. И возмущена. На отопление уходит большая часть заработка. Человеку искусства пришлось взяться за калькулятор и вступить в домовой комитет. Ладно, мы люди, которые еще способны работать, зарабатывать. Мы можем как-то с этим справляться. Но с другой стороны, почему мы должны оплачивать нереальные счета? То есть, есть уже факт, разница того, что платим мы, и того, что наше Домоуправление перечисляет в Риге Силтумс. И эти суммы, вы знаете, они поражают воображение. Это не одна и не две тысячи лат. За несколько лет хозяйственное нашим Домоуправлением на мыпошем с две тысячи. Эта сумма составляет уже около 30 тысяч лат. И дело даже не в высоких тарифах Рига Силтумс. Жильцы поймали Домоуправление на жульничестве. В доме 160 квартир и у каждой переплата. Кому-то за отопление начисляют лишних 10 латов, кому-то и 150. Жильцы посмелее возмутились и стали платить в Риге Силтумс напрямую. Но Домоуправление это не устроило. И в счетах жильцов стали накапливаться мифические долги. Так у самой Ирины долг достигает уже почти пять тысяч латов. При том, что за отопление она исправно платит. Все попытки жильцов договориться с Домоуправлением мирно ни к чему не привели. И дело дошло до суда. В 2010 году был уголовный процесс по поводу того, что мы постоянно переплачиваем за отопление. Иногда, мягко выражаясь, счет за отопление удивляет. В отношении Домоуправления возбуждено уже уголовное дело. Вот только судебные тяжбы тянутся третий год. Суд требует оплатить все долги, а в тонкостях разбираться не хочет. Отважные жильцы с нервами покрепче продолжают бороться. А у многих пенсионеров в доме уже нервный срыв. Если бы еще переплата использовалась по назначению, так нет. По словам жильцов, дома нависывал же 3А. Он находится в аварийном состоянии уже несколько лет. Перекрытие потолков грозит вот-вот упасть на головы жильцов. И только в прошлом году Домоуправление удостужилось поставить вот эти подпорки. Как видим, деньги, которые Домоуправление причисляет дополнительно сверх за отопление, не используются на содержание дома и его ремонт. В Рига Силтумс, говорят, тарифы на отопление напрямую зависят от цены на газ и температуры за окном. Газ в полтора раза подешевел, но январь оказался в среднем на 2 градуса холоднее декабря. Так что в феврале счета за тепло все-таки будут выше январских, но ненамного. Потребление теплоэнергии зависит как раз от самих жильцов, конечно, от температуры воздуха и от количества теплоэнергии, которое потребляет дом. Если это дом утепленный, он потребляет намного меньше тепла. Если он не утепленный, он потребляет больше тепла. И счета за отопление иногда в полтора-два раза выше, чем в таком же доме, который утепленный. В Министерстве экономики, говорят, тарифы на газ Латвия изменит не в силах. Можно только сэкономить на потреблении тепла за счет утепления жилья и за счет дотации малоимущим. Если мы снизим этот налог, тогда пользу от этого будет больше, может быть, даже богатым людям, потому что у них площадь побольше, и сумма, которую они сэкономят, будет больше. И это не очень хороший путь. Лучше тогда этих денег переправить в сторону тех, которые не могут заплатить, и как-то им помочь. Рижане должны за отопление 17 миллионов латов, ведь стоимость тепла выросла на 63%, причем по всей Латвии. Какое решение проблемы с непомерно высоким тарифом, видит парламентарий, выяснял Сергей Герасимов. Платить лишнего не хочет никто. И в преддверии выборов в самоуправление парламентарии это отлично понимают. Но каким образом? Предложение Центра согласия о снижении НДС на тепло Сейм уже отклонил. С мотивацией лучше дома утепляйте. Надо все те юридические казусы снять, чтобы не было спор между двумя людьми, которые соседами, в принципе, в одном подъезде, который живет. Они не могут договориться о том, что давайте будем платить за утепление меньше. Но ведь в любом случае за год, два и даже пять лет все дома не утеплить, а тепло дешевле не становится. Другое наше предложение касается того, чтобы создать фонд, который мог бы финансироваться со стороны государства, со стороны, в том числе, самого Латвэнерго, для того, чтобы обеспечить компенсацию затрат малоимущим в этой ситуации. Сейчас получается так, как-то все эти расходы повышаются. Вот то же самое утопление. Просто есть вещи, которые сейчас необходимо сделать. Во-первых, это повысить зарплаты чуть-чуть, ну сколько там. Повысить индексацию пенсии ввести. А вот в единстве предлагают просто сосредоточиться на выбивании долгов. Тут уверены, самоуправление не хотят взыскивать долги с неплательщиков. Поэтому просто повышают всем стоимость тепла. Одно из решений – продавать долги на свободном рынке. Правда, кто их купит и какими методами потом будут взыскивать, остается только гадать. Другое предложение – включать долги в стоимость недвижимости. Квартира стоит 10 тысяч лад, 5 тысяч лад. В том числе это долг за прежний. Если кто-то новый покупает, он сразу покупает, знает, что он платит сколько-то денег от этого бывшему владельцу и сколько-то сразу отдает за счет накопленного долга. К проблеме счетов за тепло всеми обещают еще вернуться. Но за этот отопительный сезон латвийцы заплатят по полной программе. Сергей Герасимов, Даня Слацис, Латвийское телевидение. Правительство видит решение проблемы больших счетов за тепло в утеплении домов. Некоторые жильцы, которые свой дом успели утеплить, сейчас действительно платят за тепло намного меньше, чем раньше. Зато им предстоит годами выплачивать кредит за инновацию. Репортаж Михаила Козлова. Еще в 2000 году жильцы дома по адресу Курзом Экспроспект 14 переняли дом в свои руки, учредили свое домоуправление. Таким образом смогли привести его в порядок. В 2008 году они начали полную реновацию дома. Утеплили его, заменили окна, привели в порядок лестничную клетку. Таким образом счета затопления у них в разы уменьшились. На утепление пришлось брать кредит. Реновация этого дома и дома по соседству. В общем, пять подъездов на 75 квартир обошлась в 95 тысяч латов. Кредит взяли на 15 лет. Семь квартир за ремонт рассчитались сразу. Остальные жильцы погашают долг за ремонт из расчета 40 сантимов за каждый квадратный метр в месяц. Даже несмотря на взятый кредит, жильцы утепленного дома экономят. В среднем платеж за кредит в зависимости от квадратуры жилплощади составляет 15-25 латов в месяц. Однако в отопительный сезон, а это 6 месяцев, с октября по марту удается значительно сэкономить. Галина кредит за утепление дома, рассчитанный на ее квартиру, выплатила сразу. Я живу здесь третий год. Я счастлива безмерно, когда слышу, как мои коллеги, мои окружения, родственники говорят о сумасшедших счетах. В этом месяце за отопление я заплатила 25 латов. У меня трехкомнатная квартира 54 метра. Делайте выводы сами. Европейские деньги в 2008 году, когда делалась реновация, доступны не были. Поэтому частично жильцам помогло государство. Покрыли 20% взятого кредита. Уже в 2018 году кредит будет выплачен полностью. Старшая по дому Валентина демонстрирует нам подъезд. Говорит, что лестничную клетку при маленьких морозах топить почти не приходится. Окна вставлены, все двери одна другая вставлены. У нас холодный воздух не попадает. Но когда сейчас минус 14, минус 15 градусов, тогда мы и то открываем не совсем, ну, как говорится, вот так, видите, а мы открываем его чуть-чуть, вот так. Ну, чтобы просто была циркуляция, понимаете? Чтобы нам, ну, как сказать, сэкономить тепло. Идем дальше. На стенке лестничной клетки второго этажа висит сертификат. В 2010 году этот дом был удостоен серебряной медали одного из самых энергоэффективных домов Латвии. Валентина рассказывает, что до утепления в ее трехкомнатной квартире, расположенной на пятом этаже, было холодно. В морозы на градуснике было не больше 15 градусов. Хотя за отопление приходили огромные счета. Теперь же в квартире тепло оплатить приходится в два раза меньше. Показывает сравнительную таблицу потребления теплоэнергии ее дома и неутепленного дома по соседству по адресу Курзом из проспект 12. Вот сейчас, сравняясь с другим рядом дома, который неутепленный, такое же самое, рядом стоит этот дом, да. Значит, расход в октябре у нас было 16,83 мегаватт часа за месяц, за октябрь. Тут 29,34. В ноябре у нас 20,83 мегаватт часа. Тут 43,11. Больше половины. Они больше израсходуют тепла, чем израсходуем мы. Один мегаватт час вместе с НДС сейчас стоит более 50 латов. Отопление утепленного дома за три зимних месяца этого года обошлось в 3,5 тысячи. А неутепленного по соседству порядка 7 тысяч латов. Эксперты поясняют, что у старых домов огромные теплопотери. И получается, что больше половины тепла через щели уходит на улицу. А платить за это приходится жильцам. Михаил Козлов, Юрий Стритинч, Латвийское телевидение. Гость нашей студии сегодня, эксперт по энергетическим вопросам, Паул Исбарон. Здравствуйте. Здравствуйте. Главный вопрос таков. Действительно ли объективны эти счета, которые мы получаем? То есть нет возможности получать счета меньше? Дело не в счетах. Счет обычно довольно правильный. Там еще такие всякие, конечно, тонкости. Например, вы платите за то, сколько употребляет дом. А те, которые производят тепло, те считают, сколько они произвели. Ну, там какие-то потери по пути, потери на доме и так далее. Вот те утепленные дома, все равно или утепленные, или нет, убытки уходят на улицу, как тут говорили. В принципе, дело в деньгах. Скорее тут удивляются за счета, а не за сущность, за физическую сущность. Ну и психологии людей. Когда приватизировали это за эти фантики, ну тогда мечта советского времени у меня будет жилплощадь большая, столько-то метров. Ну, они не подумали люди, что и любое имущество налагает какие-то обязательства. Не только права иметь, но и обязательства. И там часто люди ошибаются просто, что он не знает, что за то, что ты живешь на своей территории, должен платить. Ну и также этот колхозный синдром, что вот мой сосед тот плохой. Вот тут тоже соседний дом, он плохой, я хороший. Ну, если вы говорите, что по поводу счетов, да, что может быть нужно было поставить счетчик в каждой квартире, как с газом и с электричеством, и возможность регулировать тепло. Потому что я, например, живу на седьмом этаже, я, уходя из дома, открываю окна, да, потому что в квартире такая жара, что это просто невыносимо. Это технический вопрос, который обновляется или реновируется, как теперь говорят. В тех домах можно технически осуществлять. Вот каждое, и даже счета выставлять по квартирной и так далее. Это немножко больше стоит, конечно, там переставить радиаторы, там все трубы и так далее. Всю систему надо переработать. Но в многих домах так уже эта система дошла, ну, до такого, ну, предхаосного состояния. Ну да, но даже если есть система регулирования, нет счетчиков, я все равно не могу платить меньше. Она неэффективна, все равно. Эти трубы-то, ну, стоят уже 30 лет, и то и больше, да. Они уже заросли там, и не работают, наверное, эти системы. Они старые, их надо менять, в принципе. Ну, это один вопрос технический. Где-то реновации происходят, там потом, вот как эти люди рассказывали, потом хорошо. Примерно в два раза уменьшается потеря тепла, значит, в два раза счета меньше. По этим цифрам, в принципе, в Риге примерно 80% на счету это цена за газ. И там еще такие мелочи, которые не знают. Например, поставили акцизный налог на газ. А на ВТЦе там производится и электричество, и в то же время тепло. За электричество не считают этот акциз. Весь акциз ложится на тепло. Значит, если пополам производят, значит, акциз не 12 лата, а уже 24 лата на мегаватт-час. Ну, а цены мегаватт-часа, видите, это почти двойня. Вот тут. Ну, и в этом году и зима нас порадовала. И, ну, настоящие вопросы начнутся в феврале. Потому что весь январь был очень холодный, температура вся ниже на нас все время. Проблемы будут. Спасибо. Не очень оптимистично. Гость нашей студии сегодня был эксперт по энергетическим вопросам Паулес Баронс. Мы продолжаем выпуск. Из-за перехода Латвии на евро начинается мониторинг цен в магазинах. Эта мера призвана снизить желание торговцев округлить цены в сторону повышения. Отслеживать цены также продолжат и в 2014 году после введения евро. Латвийские ассоциации семейных врачей подготовили требования к Минздраву и готовы к акциям протеста. Врачи требуют повысить финансирование отрасли, а также исключить финансовую составляющую при принятии решения посылать пациента на лабораторные исследования или нет. Решение по жалобе на проведенный Рига Сатексмы конкурс по обеспечению в Риге маршрутных перевозок приниматься не будет, так как заказчик уже заключил договор, заявили в бюро по надзорам и закупкам. Победителем конкурса стало предприятие Рига Смеграутобасу Сатексмы. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение. Латвийская рыбная промышленность, которая еще пару лет назад считалась не перспективной, возрождается. Увеличивается экспорт на Запад. Сегодня состоялось открытие нового производства рыбных консервов. Все подробности у Андрея Дмитриева. Затраты на создание нового цеха по производству рыбных консервов компании КАЕ составили более 3,5 миллионов латов. Правда, по прогнозам, они должны окупиться уже в ближайшее время. Ведь производство рыбы здесь направлено целиком и полностью на экспорт. А значит, латвийские рыбные консервы имеют все шансы завоевать не только рынок стран ближнего зарубежья, но также Скандинавию и Западную Европу. В скандинавском рынке рыба, заготовленная латвийской компанией, будет выходить под маркой Арнольд Соренсен. Именно этот человек, между прочим, датчанин, в конце 19 века и стоял у истоков известной в Латвии рыбной фабрике. Теперь, благодаря его имени, компания заключила договор с крупнейшими сетями супермаркетов в северных странах. И уже сейчас наш завод может работать на полную мощность. То, что сделали руководство этого завода, это они вытеснили из рынка очень такие традициональные рыбные страны, как Дания и немецкие концерны. Так что я очень рада. Товар, экспортируемый латвийской компанией в страны Западной Европы, отличается от продуктов, находящихся на полках местных магазинов. Во-первых, учитываются привычки населения определенной страны. Отличаются также внешний вид и размеры консервных банок. К примеру, эта скумбрия отправится в Данию, где консервы привыкли покупать в красной упаковке. Не ценность в заводе, а ценность, что он выпускает, что он дает и что он открывает для других производителей, на самом-то деле. В северные страны предприятие будет экспортировать два вида рыбы. Консервы из кумбрии и сельди в четырех видах упаковки. На другие рынки компания отправит около 30 различных продуктов из восьми рыб. Андрей Дмитриев, Айварс Эрдвенис, Латвийское телевидение. Массовыми акциями протеста отметили египтяне вторую годовщину начала восстания 2011 года, итогом которого стала отставка президента Хосни Мубарака. Еще накануне в Каире произошли ожесточенные столкновения между силами правопорядка и радикально настроенными футбольными фанатами. В Москве во время строительных работ загорелась башня комплекса Москва-Сити. Возгорание произошло на 24 этаже небоскреба. 220 человек были эвакуированы, известно об одном пострадавшем. Владелец одной из пекарень американского Феникса и большой фанат певицы Леди Гага испек торт в виде своего кумира в натуральную величину. Свой шедевр он закончил за день до концерта певицы в этом городе. Сергей Герасимов, Латвийское телевидение. Он пел о войне так, что все думали фронтовик. Говорил о любви так, что сердца начинали биться быстрее. Сегодня поэту, певцу, актеру Владимиру Высоцкому исполнилось бы 75 лет. Он обязательно брал гитару и чего он ночью придумал, играл, пел. Все были в восторге или что-то советовали. К этой дате на родине поэта открыли сразу два музея. Один в Краснодаре, другой в Екатеринбурге. Причем с силами энтузиастов, чтобы поклонникам Высоцкого было где собираться. На Урал даже прикатили его знаменитый «Мерседес», первый в СССР, подаренный супругой Мариной Владе. Такой же был только у Брежнева. А в Москве, в театре на Таганке, как и всегда, 25 января, сыграют спектакль под названием «Владимир Высоцкий». Баррикады января 1991 года. Такая выставка открылась сегодня в Кабинете министров. Некоторые фото представлены впервые. В первый раз в Дом правительства пригласили и защитников баррикад. Рассказывает Светлана Гентер. Каждому из тех, кто в январе 1991-го стоял на баррикадах, защищая свободу Латвии, есть что вспомнить и сегодня. Человеческая память заботливо хранит самое яркое. Оэрс Рубинис, тогдашний ведущий программы «Лабвакар», вспоминает, как в прямом эфире довольно грубо пришлось прервать Иверса Годманиса. И сообщает зрителям о перестрелке в Риге у Министерства внутренних дел. Слушатели не только, сами участники событий тех лет, старшеклассникам из украинской школы послушать рассказы бывалых было интересно. Дали слово и тем, кто обычно остается в тени. А братья Дубровские из Бауски в январе 1991-го добровольно приехали в Ригу охранять кабинет министров, а затем и телевидение от возможного захвата. Мой брат в то время был несовершеннолетний, я был только после армии. Ну вот, именно это место охраняли с второго дня, потом нас уже отправили на телевидение, напоследствии. Ну, первые недели мы находились в этом здании, да. Ну, вот мой, я был после армии, мой брат был, ну, еще лет 17, ну, как видите, по росту. Ну, он выдал себя, что ему уже 18? Я видел, что у меня 18, и здесь, ну, не провалился. Мы даже жили сейчас, где находится там гардеробная, там, потому что я был с собакой, ну, большой, да. И потому у нас в кабинетах не разрешили ночевать, мы и ночевали там. Так уж случилось, что раздавая значки участника баррикад, о брате Думбровских незаслуженно забыли, что и выяснилось сегодня. Может быть, я хочу своему ребенку показать, что я тоже участник был, начал, ну, насчет этого интересоваться, и даже были упреки. Почему вы не заявились раньше, да, ну, я все время считал, что я сам не должен сказать, что я где-то там участвовал. Братья надеются, что недоразумения устранят. Сегодня же в правительстве открылась выставка уникальных фотографий, сделанных на баррикадах. Не только местными фотографами, но и гостям из Италии, который сам был участником баррикад. Светлана Гинтер, Айна Скупч, Латвийское телевидение. Смотрите новости спорта и прогноз погоды. А я, Яна Рубинча, прощаюсь с вами, скоро увидимся. Продолжение следует...